И вот мы приехали сюда и оставили машину открытую. Представляете, никто и даже не посмотрел, что в машине и карточки, и телефоны, и все остальное. Потому что люди сюда за другим приехали. Люди сюда приехали за автомобилями, а машин хватает. И у людей не было никаких других мыслей, кроме как покупка нормального автомобиля. Потому что все потихонечку понимают, что гораздо проще купить себе автомобиль БУ. Это и дешевле, и честно говоря, во всем дешевле. В том числе и с запчасти, если кто-то ударил вас, это тоже дешевле. Понимаете, да? А новые, ну новые, я вообще не понимаю. Потому что свои машины, они у меня, извините, 98-го года. Понимаете, о чем я говорю? То есть тогда машины делались из металла, а сейчас из пластика. Но люди это любят. И маленький секрет. Если машину не бить, то прослужит она долго. Кстати, о том, какие здесь на магнитной 111 машины. Но битья я точно не видел. Скажите, пожалуйста, вот хорошие машинки здесь? Ну, я думаю, да, нормальные. Можно подобрать. То есть я понимаю, что вы не в состоянии купить новый автомобиль. Да и зачем он нужен? Потому что новый автомобиль, это большие деньги, правильно? Ну, тут большой модельный ряд представлен. Как новые, так и год всего лишь. Маленькие пробеги. Я думаю, можно подобрать себе. То есть магнитная 111 это для нас, да? Да. И для тех, кто понимает, и рассказ про БУ. Во-первых, в некоторых случаях БУ выглядит лучше нового. То есть когда машинка полируется. Кстати, здесь в салоне любого автомобиля нет прокурки. И машины и снаружи, и внутри выглядят зашибато. Какие машины, в какой ценовых категории, какое состояние этих машин? И где все это дело? Магнитная 111. Посмотрите вот. Да, тут все хорошо. Мне нравится. Ну и помните, вот я люблю русский язык, а в русском языке там много, и не надо иностранных афоризмов прилеплять. Да вы откройте капот любого автомобиля, и даже иномарки, и поймете, как здесь лелеют ваш автомобиль. И чтобы это понять, возьмите машинку и прокатитесь. Ни стуков, ничего вы не найдете. То есть здесь и об этом заботятся. Как здесь машинки на магнитной 111? Ну, приемлемые цены вообще. Можно. И даже кредит дают. То есть можно себе взять машину? Да, вполне. Вполне можно приобрести автомобиль. Цены не кусающиеся. Так что... А вообще здорово, что машины в теплом месте, они чистенькие. Да, это очень, как говорится, хорошо, что такие есть салоны с БУ авто, доступные для людей. Можно прийти, оформить кредит, посмотреть машину. Открыть. Так что это плюсы. Тем более, автосалон, поддержанных авто, это не под открытым небом. Здесь они как бы ухоженные, все открытые, можно посмотреть, сесть. Причем понятно качество. Я бываю и в Турции. Так вот, там большинство автомобилей под открытым небом. А ведь юзной, а ведь там лето. И плавится все, что внутри. А с салоном то. А здесь и салон тоже в идеале. И, кстати, про кредиты. Мы вам говорили и будем говорить. Ни один нормальный автомобиль без кредитов не покупается. А здесь и кредиты. Легко. Извините, пожалуйста, смотрите, недешевая машина, да? Ну, в районе 300 тысяч. То есть, 300 тысяч для вас это нормальное время? Ну, да. То есть, можно себе взять, да? Ну, да. В принципе, можно позволить, конечно. Какую машину посмотрели? Ну, вообще, выбираем. Ценовая политика такая где-то примерно будет. Кия, Форд. Восьмых, седьмых годов. Где-то вот так вот. Ну, понятно. Новинки это немножко дороговато, да? Ну, новая машина, конечно, дороже. Она ценовая политика не подойдет. Даже наши русские, они дороже намного. Ну, вот и мы вам показали, что иномарки стоят дешевле российских автомобилей. Да потому, что зачем покупать новое, когда ино дешевле? Хотя то, что сейчас мы делаем, и это уже то, что ино, что стоило ранее. И да, мы плавно вытеклись из совка, но это совсем другая история. Машина хорошая? Да. А какую машинку ты хотел бы? Эта. Конечно, сонок, я бы тебе купил бы и такую. Ну, потому что пока ты смотрел, и оказалось, что машину продали. Но ничего. Здесь можно купить машинки от 110 тысяч рублей. И чтоб вы поняли, здесь качество. Качество во всем. Машины проверены, машины сделаны. Кредиты правильные, да и цены ровные. Ну, а для тех, кто хочет посмотреть, приезжайте на магнитную 111 в любой день. И вы увидите. А может быть и купите. Так вот, завершение сюжета. Всем бы, конечно, хотелось увидеть, что вы можете себе позволить. 26 октября. Вот эту штуку вы можете себе позволить. В смысле, вы себе не позволите. В смысле, тот, кто купит любую машину, принимает участие в лотерее. И вот замечательный автомобиль, который 100% встанет, и мы это будем снимать. А приз лотереи, это не только вот эта машина, на 800 тысяч рублей. Будут и квадроциклы, и телевизоры, и мотоциклы. Чем бы это был бы не повод купить автомобиль здесь, в салоне Best Auto, что на магнитной 111? Продолжение следует... Продолжение следует...